Все ближе к рубежу 200 баллов, которые надо превысить по сумме двух программ. Вряд ли он покорится Кристоферу Бернсену, но посмотрим. Личный его рекорд 184,7. По итогам короткий и произвольный. Ну а в произвольный 119 баллов максимум он набирал. Было это в 2005 на чемпионате мира. Был самый удачный для него чемпионат мира. Он 14 место занял. Сейчас он... Седьмой. Биджиз. Биджиз первая часть его программы под музыку этой знаменитой. Трайд Макси, первое падение, первая ошибка. Но оригинальный выбор. Диско такой взял. Не стал мучиться под классику. Ух ты, с места тройной тулу без хода. Тройной аксель с касанием свободной ноги. Б понадобится. Бардㅋㅋㅋㅋ К tarотой, 2% Субтитры сделал DimaTorzok Я уже думал, у него не будет медленной части. Думал, как он четыре с половиной минуты будет выдерживать в таком темпе. Нет. Смена ритма, смена музыки. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Да, такое ощущение, что он участвует и в соревнованиях показательных сразу. Но все равно молодец. Молодец, молодец. Не побоялся взять. Завел зал зато. Смотрите, основная тема лихорадка субботнего вечера. Знаменитый в свое время диско-кинохит. Будем так говорить. С Джоном Траволтом в главной роли. Хорош. Под девизом сбросим классику с корабля истории. Выступал Кристофер Бернсон. 24-летний швед, который седьмое место после короткой программы занимал. Вот теперь будет интересно, как он обгонит Карла Зеленку или все-таки проиграет итальянцу чешского происхождения. Первый шведский фигурист, который исполнил тройной аксель на соревнованиях. А то все-таки уже за это, я думаю, ну надо ему бонусы, а за компоненты набавить, Александр. Ну я имею в виду не за это, конечно. Да, да, да. Это сейчас показали в повторе ошибку, конечно. А за выбор музыки, за программу, за настроение, за желание катать вот столь быстрый темп в течение четырех минут. В какой-то степени новшества, да. В какой-то степени новшества, да. А то, знаете, вот все катаются уже иногда для защищения все под одну и ту же музыку. Ван Геррис, там, к разным кинофильмам. Если у нас Испания... Музыка-то разная, композитор, композитор, да. Композитор, не те же, да. Там танго, так у нас пьяцола постоянная. Времена годы, Вивальти, да. Или Испания, да, Родригес, да, потом Вивальти. Хорош, хорош. Молодец, молодец. А то, честно говоря, если отвернуться и не смотреть на картинку, будет такое ощущение складываться, что мы где-то вот в каком-то таком зале находимся, и звучит такая очень похожая музыка, время от времени меняясь. Но еще это связано с тем, что если берут классику, берут современные обработки. Бах в обработке Ивана СМА, или там классика в обработке Эдвина Мартона. В общем, сейчас, ну, с другой стороны, понятно, фигуристы, они выражают интересы своего поколения. А сейчас, по большому счету, поколение ремиксов, поколение музыкальных обработок. Видите, мы уже говорим о том, что Эдвина Мартон композитор, на самом деле он не композитор, а аранжировщик, да? И так и во всех других. Группа Бонт, то же самое, аранжировки. Ну что, за технику не очень много, 52-65, конечно, он не обгоняет. Не обгоняет он Зеленку, но зато смотрите по компонентам, 62 балла. 62 балла по компонентам, это на данный момент лучший, лучший результат по второй оценке. Да, он только третий по сумме двух программ, но все равно запомнился он всем. Приятный очень план, ни одного свободного места во дворце спорта Торвар. И сейчас...